Блиц. В*** или СВО? Я называю СВО, потому что этого требует закон, в том числе и уголовный, того места, где я нахожусь. Российская империя или Советский Союз? Конечно, Советский Союз. Я же в нем жил, а в Российской империи я не жил. Родина или свобода? Очень сложный вопрос. У меня нет на него ответа, правда. История учит или наказывает? Наказывает. С вами Мариан Минскер. Выдержитесь. Сегодня со мной в студии историк Алексей Кузнецов. В ваших программах «На живом гвозде» в бывшем эхе у вас есть очень интересный жанр – сказочки, где вы находите в истории аналогии к современным, к актуальным событиям. Вот я тоже предлагаю построить наш разговор в подобном ключе. Вы находите в истории аналогии к моим вопросам. Начнем с Евгения Пригожина. Вот с кем из известных исторических деятелей он ассоциируется? У вас. Я хочу напомнить или рассказать тем, кто никогда не видел наши сказочки, что в начале каждой мы заявляем, что она не имеет никакого отношения к происходящим событиям. И тема взята с потолка. Что, в общем, так и есть. Так вот, по поводу Пригожина. Вы знаете, есть такое убеждение, я с ним всю жизнь полемизирую, что знание истории помогает понимать современность. Это не так, это заблуждение. Вот приходите ко мне через 50 лет с этим вопросом. Во-первых, я желаю нам обоим дожить до этого возраста. И через 50 лет я вам расскажу, что это было. Сейчас, честно признаюсь, у меня нет никакого дополнительного знания, я пользуюсь теми же источниками информации, что и любой среднестатистический обыватель. И я не понимаю, что происходит. Вот конкретно в этой ситуации я не понимаю. Потому что, на мой взгляд, как мне кажется, простой и логичный, любая публично демонстрируемая связь с человеком, с биографией Пригожина, с характеристиками Пригожина, она вообще абсолютно губительна для политика. Не то, что демократического. Демократического уже никто бы не помнил, как звали. Почему, тем не менее, несмотря на это, мы постоянно видим его в новостном пространстве, и хотя на федеральных каналах то целые декады молчания, то просачивается информация, что вроде бы где-то нашли какой-то темник, наша профессиональная словечка, да, инструкция по подаче того или иного события, или персонажа, где нужно его подавать чуть ли там не предателям Родины, но вроде как в последний момент его опять этот темник обнулили, да. Все эти слухи, вся эта достаточно недостоверная информация, усугубляемая тем, какую линию проводит его пресс-служба, тоже достаточно, на мой взгляд, непонятную, если не знать конечных целей, а я же не знаю конечных целей. Вот поэтому я бы здесь удержался от любых аналогий, не потому что эти аналогии могут привести к непосредственному знакомству с персонажем, а потому что просто я не знаю. Ну, смотрите, Пригожин позволяет себе жесткую критику высшего военного руководства России. Что-то подобное в прошлом вы можете вспомнить? Я могу вспомнить очередную драку бульдогов под ковром в последние годы жизни Сталина, когда схватятся Берия, Абакумов, но это никогда не выносилось, естественно, в публичное пространство. Это вот то, что остроумно было, по слухам Черчиллям, не проверял стату, поэтому не уверен, определено, как драка бульдогов под ковром. Понятно, что идет драка, периодически из-под ковра вылетают откушенные уши, лапы, там, так сказать, кровь льется, но кто сверху, кто снизу, кто кого в данный момент, кто с кем в коалиции, против кого, непонятно, это все накрыто ковром. Сейчас это все вываливается в публичное пространство, но и, честно сказать, такие аналогии можно встретить в практике демократических стран, но там это обычное дело. Да, люди обвиняют, в том числе и Министерство обороны могут обвинить, вспомним, там, США во время войны в Ираке, какой критике американские военные подвергались, но там это часть повседневной нормальной жизни. В наших условиях, нет, теряюсь. Как известно, ЧВК Вагнер частично комплектуется из заключенных, об этом сам Пригожин неоднократно заявлял. Если не брать штрафбата Второй мировой, как часто зэков использовали вы для таких целей? Достаточно часто, достаточно часто это и в средневековых войнах происходило. Как только армии начинают становиться массовыми, а это потихонечку начинает происходить в позднем Средневековье, где-то, соответственно, значит, там 14-15 век, то как только армии перестают быть такими вот элитными рыцарскими отрядами, в них естественным образом начинают вербовать и бывших, и, так сказать, действующих, что называется, уголовников. И тут нет какой-то одной страны, которая была бы впереди остальных. Известна практика такой вербовки в английскую армию и на флот, там и при Генрихе Восьмом, и позже. Все мы в детстве смотрели «Фан-Фан Тюльпан» и помним, что он вербуется в армию прямо из-под угрозы, значит, ареста главный герой. Это все в практике итальянских городов коммун было, так сказать, вот эти кондотьеры, которых они нанимали себе на службу. Да, конечно, в их отрядах тоже было немало число уголовников. Это логично, потому что, как это не кощунственно звучит, но если идет война без правил, то человек, готовый воевать без правил, вот он уже, да, вот он уже вылеплен, его не надо воспитывать, он уже воспитан всем, чем можно. А что касается штрафбатов времен войны, здесь надо вот что понимать, что в штрафбатах была публика разная. И с одной стороны, вот классические штрафные роты и штрафные батальоны в том виде, в котором они создавались, по приказу для тех, кто провинился на фронте, кто совершил какие-то дисциплинарные или даже уголовные, но сравнительно незначительные преступления, да, вот, соответственно, в штрафбат и дальше там искупить кровью или на определенный срок, и так, и так бывало. Вот, но дело в том, что уже в конце 41-го года, и я думаю, что Пригожин, наверное, именно на эту практику опирался, когда взвешивал, так сказать, свои шаги в этом направлении, по лагерям отправились специальные эмиссары, которые определенные категории заключенных, почти исключительно по уголовным или так называемым бытовым статьям, политических инструкция предписывала не брать, будет короткий период, совершенно уже отчаянной ситуации в 42-м году, непонятно, местная это инициатива или была некая санкция сверху, но и некоторое количество политических тоже получило возможность идти на фронт, а что касается уголовных, то это достаточно широкая практика, и дело в том, что многие из них, большинство из них, тоже на фронт приходили через штрафбат. То есть их сначала запускали в штрафной батальон, ну, в штрафную роту, да, потому что штрафной батальон для офицеров, штрафная рота для рядовых и сержантов. И дальше, искупил кровью, попадаешь в регулярную часть. Если вы вспомните, то в фильме «Место встречи изменить нельзя», уголовник Левченко, встречающий своего взводного, да, на Малине, вот он, собственно, рассказывая свою историю, он об этом и рассказывает, что когда он оказался в госпитале, и документы его были потеряны, то его служба в разведке как бы стерлась, и его по выздоровлению отправили откуда пришел, в штрафную роту. А он из лагеря через нее попал во взвод к Шарапову. А насколько это эффективно, что ли, вот использование зэков в боевых действиях? Вы знаете, мне трудно этот вопрос ответить. Ставя себя на место отцов-командиров, мне кажется, что они должны быть очень этим недовольны. Потому что для любого командира, любой, даже небольшой части, поддержание дисциплины не менее важная задача, чем боевые успехи. Конечно, уголовники – это люди, с которыми эта задача становится чрезвычайно трудновыполнимой. Я вспоминаю отрывок из мемуаров замечательного актера Евгения Вестника, который молоденьким офицером-артиллеристом успел поучаствовать в войне. И вот там у него есть, по-моему, артиллеристом. Могу ошибаться, по-моему, артиллеристом. У него есть описание эпизода, когда уже они были, по-моему, то ли в Восточной Пруссии, то ли даже на территории уже основной Германии. То есть уже все, победа близка. И вот его часть натыкается на немецкий пулемет, и он посылает добровольца из бывших зэков этот самый пулемет обезвредит. И дальше, когда тот возвращается и приносит ему затвор от пулемета и голову пулеметчика, представляете себе, да, интеллигентный юноша из интеллигентной семьи, да, мальчишка, скажется, на фронте, у Вестника вырывается, боже мой, зачем, говорит, принес бы затвор, говорит, а, затвор. Если бы я принес просто затвор, вы бы решили, что пулеметчик сам смылся, я обнаружил уже брошенный пулемет, достал затвор, тогда бы мне орден за это не дали. А вот, пожалуйста, вот доказательства. Люди с таким мышлением могут быть незаменимы в каких-то критических ситуациях, но вообще командовать теми, думаю, что очень небольшое удовольствие. Поговорим о конфликте России и Украины в целом. Официально его не называют войной, называют СВО, а вообще такая практика не называть войну войной, такое бывало в прошлом? Вы знаете, это практика недавняя, да, конечно, но это все недавнее прошлое, потому что до сравнительно недавнего прошлого человечество в основном воевало с гордостью. Война не воспринималась как что-то такое, что нужно скрывать. Последний довод королей, да, звучит-то как замечательно. Поэтому нет, о войне говорили открыто, что, собственно, такого. И только в 20 веке, когда человечество, по крайней мере, какая-то его часть договорилась до того, что война в любом случае плохо, что только освободительная война, когда вот нужно изгонять врага со своей территории, она оправдана и благородна, а любые другие формы войны, мягко говоря, сомнительны, вот тогда начинаются всякие вот эти вот вспомогательные операции, интернациональные помощи, что, собственно, нам далеко ходить в нашей не такой давней истории. Да, конечно, мы все тогда в годы перестройки говорили война в Афганистане, но официально-то в средствах массовой информации это же не называлось войной. А как это называлось? Это называлось интернациональная помощь братскому народу Афганистана. И только когда началась уже политика гласности, вот тогда, и то далеко не все СМИ, а только самые такие вот перестроечные, да, то есть это буквально где-то года с 88-го начали говорить о войне. До этого интернациональная помощь, интернациональный долг. А бывало раньше, что за неправильное название либо людей штрафовали, либо даже сажали в тюрьму? Вы знаете, ну вот в времена Афганской войны, естественно, хорошо помню, как призывник, а сначала до призывника я, естественно, внимательно за всем за этим следил. Я не помню случаев, то есть, ну, скажем так, среди моих знакомых не было никого, кто имел бы какие-то неприятности. Я так полагаю, что если это звучало в каком-то относительно публичном месте, да еще в каком-то критическом контексте, у человека могли быть неприятности по партийной, комсомольской, ну, то, что называется, общественной линии. Есть, конечно, один пример, который сразу приходит в голову, таких действительно жестких карательных мер, а не просто выговоры или там каких-то карьерных проблем. Это академик Андрей Дмитриевич Сахаров, который именно за абсолютно четкую позицию, протестную позицию по Афганистану в январе 80-го года был лишен государственных наград, вне всякой судебной процедуры был отправлен в ссылку в режимный горький и так далее, да. Но это вот уникальный пример именно потому, что слово этого человека, во-первых, было произнесено публично, да еще и иностранным корреспондентом, а во-вторых, вес этого слова был столь велик, ну вот да. А так, насколько я понимаю... Просто, если я правильно понимаю, вряд ли ведь законы о дискредитации, это придумали депутаты и Минюст. Ну а почему? Я не вижу никакого противоречия. Они изобретают такие сейчас законы, что известная саркастическая фраза о том, что история повторяется дважды, один раз трагедия, другой как фарс, ну уже дополнена присловиями третий раз, как законопроект Государственной Доми. Так что это вполне может быть нечто оригинальное. Часто можно услышать, что вот этот конфликт Россия и Украина сравнивают со Столетней войной Англии и Франции. Можете объяснить, почему, во-первых, и с каким бы противостоянием лично вы бы его могли сравнить? Мне кажется, что со Столетней войной это совершенно неправильная аналогия. Дело в том, что Столетняя война это как раз на самом деле это целая череда отдельных конфликтов, объединенных вот в эту Столетнюю войну, якобы Столетнюю, потому что на самом деле 116 лет между крайними точками, объединенные скорее историками, чем современниками. Насколько я могу судить, я не медиевист, не моя полянка, но насколько я могу судить, современники не воспринимали это как одну войну. Были периоды активных боевых действий, ну, самые знаменитые это снятие осады с Орлеана, вообще все, что связано с Жанной Дарк, разумеется. Но таких вот периодов активности было там несколько, 4-5, а между ними довольно длительные периоды перемирия, официального перемирия, и даже мира, и другое дело, что это все равно были очень неспокойные годы, потому что как раз эпидемия чумы знаменитая, черная смерть, потому что восстание Жекирье, крестьянская война, даже не совсем крестьянская, это раньше так называли, одним словом, народная война, гражданская война во Франции, в Англии свои, так сказать, нюансы, там, восстание от Утайлера. Вот, то есть это действительно такой период бедствия в жизни Западной Европы, но как раз это не военные действия, которые вяло, кощунственно звучит, но вяло на сегодняшний момент, на момент, когда мы снимаем эту передачу, да, они вяло текут, вот, это скорее какие-то другие аналогии. Какие? Не знаю, но если говорить о 20 веке, ну, это можно вспоминать, конечно, отдельные периоды Первой мировой войны, когда колоссальные массы людей находятся по обе линии фронта, и восточного, и западного, идет интенсивная артиллерийская война, применяются новые виды вооружения, химическое оружие, первые танки появляются, авиация с каждым годом все более и более широко применяется, а при этом не происходит никаких значительных изменений линии фронта, да, колоссальные усилия, там, под тем же Верденом в 16-м году, стотысячные жертвы с обеих сторон, но продвижение составляет, там, несколько километров за несколько месяцев. Вот, вот я бы сказал, что, наверное, Первая мировая самый такой вот аналог. Расходы России на этот военный конфликт оцениваются в сотни миллиардов, если не триллионы рублей. Украина и Запад тратят миллиарды долларов. Что нам история говорит? Насколько разорительными бывают вот такие конфликты? Ну, давайте вспомним Отечественную войну 1812 года, которая стоила российскому бюджету таких денег колоссальных, что это обеспечило финансовую нестабильность на следующие, ну, по сути, четверть века. Да и потом эти волны будут еще не раз возвращаться, но это будет связано уже с Крымской войной, да, с тем, что уроки были не выучены. Вспомним того же Гоголя, да, «Мертвые души», там постоянно возникает, помните, вопрос, а как, батюшка, платить будешь, серебром или ассигнациями? И современный школьник с удивлением для себя, если он в хорошей школе учится, узнает, что, оказывается, в России существовало два курса национальной валюты. Можно было посчитать на серебро, а можно было на бумажные деньги, умножив в разные годы по-разному, ну, там от трех до четырех, да, коэффициент. Выяснялось, что серебряный рубль был равен там трем или четырем ассигнационным рублям. Вот это все впоследствии 2012 года. И пока в сороковые годы XIX века министр финансов Конкрин не проведет финансовую реформу, которая с этим на время покончит, в общем, все это будет сказываться. Мне, знаете, что интересно? Может ли война закончиться из-за того, что кончились деньги? Бывало такое в истории? Мне тоже интересно. Вот слету в голову не приходят. Какие-то отдельные небольшие конфликты наверняка, не из-за того, что деньги совсем закончились, а потому что стороны пришли к выводу, что это слишком дорого и накладно продолжать. Да. Безусловно, наверняка, наверняка были, опять же, я не медиевист. А был бы я медиевист, я бы тут же слету нашел бы что-нибудь в практике, воин Священной Римской империи с итальянскими, с северо-итальянскими городами, коммунами. Вот там я уверен, что периодически военные действия приостанавливались, потому что заканчивались деньги. Ну вот. А так вот такая война, когда два современных государства всеми своими вооруженными силами сталкиваются, думаю, что нет. Еще один персонаж, о котором я хотела вас спросить, это Дмитрий Медведев, бывший президент, экс-надежда системных либералов, нынче стал ястребом и сторонником радикальных мер. Какие у вас ассоциации, исторические параллели вот с Медведевым? Знаете, был такой эпизод, когда в один год, и на один год, даже чуть меньше, чем на один год, Иван Грозный вдруг объявил, что он не является больше московским царем, и посадил вместо себя на престол татарского царевича Симеона Бекбулатовича. И тот в ужасе этот почти год на этом престоле просидел, а сам Иван Грозный, смешавшись с толпой придворных бояр, всячески его, как мы сегодня говорим, троллил, писал ему, так сказать, письма в принятой стилистике, как подданный государю, холоп твой верный, Ивашка с сыновьями, Иванцом и Федорцом, челом бьет, пожалуй, великий государь, великий князь Деревеньку, и так далее. Причина этого до сих пор вызывает у историков различные споры, но мне очень нравится, может, она и не достоверна, она мне просто стилистически нравится, версия о том, что якобы некие прорицатели, а Иван Грозный был чрезвычайно мнительным человеком даже по своим временам, якобы некие прорицатели ему напророчили, что московский царь не переживет этого года. И Иван Грозный со свойственным ему своеобразным чувством юмора решил обмануть без носа. Она явится к нему, а он скажет, а где, собственно, да, вон она, чучело татарское сидит, да, на престоле. Вот туда иди, тебе туда. Вот у меня такое ощущение, что ретроспективно ситуация 2008-2012 года сейчас воспринимается, наверное, именно так. А вообще, что говорят, вот подобные настроения, это что, дань к нюнктуре? Это эффект пропаганды? Или это наоборот такие... Вы имеете в настроении Медведева? Медведева, настроение культурного слоя, да, который, ну, некоторых деятелей культуры, которые его поддерживают, мы это видим. А вот, или это искренние убеждения, которые прорвались, наконец-то, наружу? Ну, не знаю, мое окружение, оно не слишком информировано, и в этом смысле от меня ничем не отличается, но мое окружение в своих гипотезах как-то больше в сторону неправильной диеты смотрит. А что... Но это касается Медведева. Что касается деятелей культуры, которые тоже далеко не все правильно питаются, конечно, нельзя отрицать. Здесь, я думаю, немножко другое. Я вообще, ну, актеров в первую очередь, но думаю, что творческих людей в принципе, я бы вообще числил немножко по-другому ведомству. Это люди в силу их, особенно если они талантливые, они в силу природы их рода деятельности обладают повышенной чувствительностью к мнению зала, публики, аудитории. Я думаю, что вот часть, по крайней мере, тех, о ком вы говорите, им кажется, что вот они таким образом выражают те эмоции, которые от них хотят в данный момент их зрители, почитатели услышать. Думаю, что вот это. Еще одна примета времени это массовые доносы и поиски врагов народа, поиски пятой колонны. Вот если не брать самые очевидные, это сталинские времена, то какие выстраиваются параллели? А любые. Во все времена, во все времена люди писали доносы. Я в совершенно благополучные горбачевские годы в 86-м и 87-м году проходил практику в одном из московских отделений милиции. Я был стажером участкового, и мой шеф кадровый участковый перепоручил мне несколько не требующих, скажем так, специальных навыков поручений. В частности, я обходил людей, которые годами писали, и на них нужно было как-то реагировать. Часть этих людей была совершенно однозначно клиентами, психиатрического заведения, только что не буйными и поэтому проживающими, что называется, в живой природе, а не в зоопарке. Ну, их было сразу видно, эти жаловались на облучение космическое, на пришельцев, на то, что в соседней квартире ЦРУ установило прослушивающую аппаратуру. Тут просто надо было, мне даже интересно было, честно сказать, сейчас срок давности вышел, могу признаться, мне даже интересно было на это посмотреть. Я был, как и вестник, мальчик из хорошей интеллигентной семьи. Я таким образом жизнь узнавал, но были люди абсолютно с точки зрения психиатрии нормальные, и они писали настоящие доносы о том, что соседи живут непосредством, о том, что такая-то мать не занимается воспитанием своего ребенка, о том, что, значит, этот самый, как он назывался-то, домоуправ, там, украл что-то предназначенное там для ремонта и так далее, и так далее, и было понятно, что этим людям это доставляет некое, ну, моральное удовлетворение, то есть, люди, у которых есть такая подсветка, потребность, они всегда есть, а дальше все зависит от того, какую политику проводит власть, потому что власть либо поощряет это и подает сигналы, давайте, давайте, давайте лучше, давайте больше, жалуйтесь, вот вам одна свободная линия, вот вам другая, вот вам анонимный ящик для доноса, вот вам то, вот вам все, либо власть это не поощряет, и тогда они вынуждены писать вот участковому и так далее. Если власть поощряет то, что мы видим сейчас, и таких людей, которые пишут донос и ищут врагов народа, становится больше, чем это заканчивалось в истории? Вы знаете, я пока, честно вам скажу, я пока не вижу, чтобы власть это особенно поощряла, потому что, как только она начнет это действительно поощрять, то, что начнется, превзойдет все, что мы с вами сейчас наблюдаем. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что сейчас мы наблюдаем отдельные случаи, нет ни призывов по федеральным каналам граждане, пишите, граждане, выявляйте на агентов, нету ни пионеров-героев, про которых хвалебные там, так сказать, сюжеты снимаются о том, что вот хороший мальчик папу там заложил, да, и так далее. Этого нет пока. И поэтому я почти уверен, что это пока не инициатива централизованная, а так сказать практика на местах. На местах. Оперативнику нужно, как они говорят, срубить палку, то есть раскрыть дело по какой-то статье, да, а тут вот как раз анонимочка у него лежит, а то и он агент к своему шепнул, чтобы тот написал анонимочку с такими-то параметрами, чтобы побыстрее дело возбудить, да и закрыть. У меня такое ощущение, что это вот именно отдельные граждане ловят атмосферу и делают выводы. Ну хорошо, опять-таки из истории, с примеров прошлого, вот подобные настроения, которые сейчас у нас в стране витают, они приведут к более массовому доносительству? Это невозможно предсказать, потому что и так, и так бывает. Но давайте отвлечемся немножко от нашей страны и вспомним не для перевода стрелок, а просто для разнообразия. Давайте вспомним, что в истории США был период, который называют маккартизмом, да, который связан с именем сенатора Маккарти, но там понятно, что не только он, но просто его имя стало символическим и нарицательным. Да, и в частности одна из сфер американского общества, где вот это все проявилось особенно ярко, Голливуд. Голливуд, потому что существовало представление, что в Голливуде полно левых, что Голливуд, он такой розовый, не в нынешнем смысле этого слова, запрещенным отечественным законодательством, а в смысле почти красный, да, по своим политическим предпочтениям, и тогда шквал доносов и контрдоносов именно американской творческой интеллигенции, так сказать, друг на друга. Или в науке, да, отец американской атомной бомбы, Оппенгеймер, так сказать, тоже предстал перед комиссией проследования антиамериканской деятельности, потому что было написано несколько доносов о том, что вот секретный физик, а странные связи имеет, и странные вещи говориты, и вообще. Ну, а все-таки, если вспоминать самую, наверное, известную эпоху массовых репрессий в советскую, тот же 1937 год, вспомнить, вот насколько далеко сейчас находится Россия вот от повторения той истории, и вообще, насколько уместны аналогии с тем временем? Неуместна. Не будет именно 1937 года, понимаете, вот хотя есть очень известная фраза, ее постоянно цитируют, она принадлежит замечательному российскому историку Василию Осиповичу Ключевскому, история не учительница, а надзирательница, она ничему не учит, а только наказывает за невыученные уроки. Дело в том, что, я уверен, что Ключевский это прекрасно понимал, история не может повториться точь-в-точь. Поэтому вполне возможно, что будет опять некая волна массовых репрессий, но это по тем, по тем, по тем, по тем признакам не будет 1937 год, это будет просто еще одна волна массовых репрессий, но с другими причинами, возможно, с другим ходом, возможно, с другими признаками. Поэтому не вы как можно померить далеко мы или близко. А вообще, с какой бы эпохой вы сравнили нынешнюю ситуацию в России? Нет такой эпохи. Очень многие люди уже второй год на моих глазах в различных соцсетях радостно нас относят к 16-му году. Вот, дескать, власть демонстрирует свою слабость, император недееспособен, всякие распутины вокруг бродят. Кстати, еще один ответ на ваш вопрос, но я совершенно не разделяю всех этих аналогий. И вот, слушайте, граждане, благая весть, это значит, что совсем недолго осталось до Мартовской революции. Ничего это не значит. Да, можно найти определенные признаки пересечения параллели аналогии с 16-м годом, но они совершенно ни о чем не будут говорить. В 16-м году Распутина убили, а в 23-м он может стать царем всей России. А вообще, путь России, вот от всплеска свобод в 90-е и до нынешнего состояния, насколько это уникальный ход с точки зрения ход событий, с точки зрения истории. Ну, почему он совсем не уникальный? Этот путь может быть не так драматический, но практически все страны бывшего советского блока так или иначе проделали. Сначала упоение, и то ведь только участие. когда мы говорим, вот, я так себя свободно чувствовал в первой полной 90-х. Я это говорю без всякой иронии, да, я никогда себя так свободно не чувствовал, как в первой полной 90-х. Жрать все время хотелось, но я как-то решал проблему. Я был молодой человек и, так сказать, не очень об этом думал. но я прекрасно понимаю, что десятки миллионов моих сограждан в эти же годы совершенно не воспринимали это как время свободы, а воспринимали это как край пропасти, как бездну, как крах. Я понимаю их аргументы и чувства, и сочувствую им очень. Но давайте вспомним, посмотрим, скажем, вот я недавно разговаривал со своим близким другом, а он по образованию и по специальности он германист и постоянно следит за тем, что происходит в Германии. Он говорит, ты знаешь, ну вот восточная Германия по-прежнему переживает травму и очень многие люди уже немолодых лет из числа вот этих вот Осси, да, восточные немцы, неофициальное прозвище, вот они говорят, вот нас дискриминируют, вот все западники, значит, себе загробастали, да, конечно, хорошо, что Германия объединилась, но мы вне люди второго сорта и так далее. Эти травмы есть, видимо, везде, даже в таких относительно благополучных обществах, как германское, немецкое. Просто недавно журналист Михаил Зыгарь вместе с поэтом Дмитрием Быковым выпустили серию роликов, которые разоблачают прошлое России, что в нем все плохо, что сплошная империя и имперскость. Вам насколько близка вот такая точка зрения? Нет, все плохо нет, конечно, тем более, что оценка хорошо или плохо, это всегда оценка субъективная, да, это оценка, ну, если не брать, не знаю, Кампучию времен Палпота, там статистика такая, что личные оценки уже ничего, никакого значения не имеют. Но если вы меня спросите, верю ли я в то, что некий человек, Иван Иванович Иванов, мог быть счастлив в 37-м году? Да, конечно. Вот в стране был большой террор, да, страна жила бедно, страна готовилась к самой страшной в своей истории войне, а он был счастлив, вот у него так жизнь сложилась, а он был влюблен, а он был молод, а у него вся жизнь была впереди, а он там жил сравнительно благополучно, ни его, ни его родственников аресты не коснулись, что ему не быть счастливым-то, да, поэтому хорошо или плохо, это, конечно, глубоко и индивидуально, я не сторонник ни одной, ни другой крайности, я не поклонник фильма Говорухина Россию, которую мы потеряли, который изображает дореволюционную Россию таким раем и вишневым садом, еще не вырубленным, вот, и я не поклонник той точки зрения, что ничего в нашей истории не было, кроме имперскости, я, кстати говоря, удивлен, я не знаком с этими роликами, но Дмитрия Быкова, в том числе и лично, неоднократно слышал достаточно такие положительные оценки многого в советском прошлом, разумеется, не в сталинский период речь шла о нашем с ним детстве, о 70-х годах, но вот он говорил, что была некая еще мечта, был некий порыв, да, не было вот этого жуткого страха 30-х годов, там, и конца 40-х, вот, так что надо посмотреть, что они там сделали с Игорем. да, вот просто в одном из этих роликов, там досталось Суворову, там говорится о том, что он не просто воевал, не столько, точнее, воевал, сколько подавлял восстание, то Пугачева, то Польшу. Нет, это неправда. Да, в какой части это справедливая оценка? Большую часть своей военной карьеры Александр Васильевич провел в войнах с внешним врагом. Не будем забывать, что подавление польского восстания на тот момент это все-таки тоже война с внешним врагом, да, потому что ее ведет еще пока Польша, да, уже практически истекшая кровью, но третий раздел еще не состоялся, Польша еще есть, да, ядрышко еще есть, и восстание Костюшка это восстание последней надежды, скажем так. Да, я знаю, что поляки чрезвычайно, скажем так, негативно относятся к Суворову, я видел в Польше этот памятник полякам замордованным до Суварова и так далее, но это все-таки внешняя война. Что касается восстания Пугачева, то это неправда, Суворов единственно в чем принял участие это в конвоировании Пугачева, он не успел, он очень хотел, он рвался, он понимал, что это будут ордена, он был человеком очень тщеславным, но он просто не успел, так сказать, Пугачева разбили до него, единственное, что он себе выговорил, это вот право привезти злодея в Москву. Нет, Суворов с этой точки зрения к нему наверняка могут быть претензии, но тут... А вообще, стоит ли развенчивать героев прошлого и разве не тем же самым занимается государство, только с обратным знаком? Нет, что значит развенчивать? Смотря что вкладывать в это слово, если развенчивать, это ставить перед собой целью просто громко прокричать, смотрите, какой я классный, я вам сейчас правду скажу, ну, чем занимается, например, один достаточно известный около исторической тусовки персонаж, вот, много шума, много эпатажа, первая научная книга по данной теме и так далее, это все шут Горохова, это все цирк. А потихонечку распутывать хитросплетение судеб и стараться восстановить ну, что-то напоминающее действительность, собственно, этим история должна заниматься. Понимаете, когда говорят, хватит переписывать историю, совершенно дурацкая фраза, потому что те, кто ее произносит, они исходят из того, что есть некая написанная история, и вот она правда, ее сейчас искажают. Ну, то есть в их сознании, безусловно, может быть, только одна написана история, краткий курс истории КПСС, да, и вот теперь на него, смотрите, совершаются атаки. А дело в том, что история так пишется, это ее нормальное состояние, да, этот исследователь нашел такие-то факты и привел такие-то аргументы, ему возразил его оппонент такой-то исследователь, который это тот. Вот это все не переписывание истории, это ее писание. И если, скажем, в свое время был создан абсолютно лакированный образ Суворова, рыцаря без страха и упрека, а потом сегодня пишут, что, знаете, ну, вообще-то, Александр Васильевич и склочник был отменный, и с женой своей разводился так, что никак не может быть примером в этом плане для подрастающего поколения и все прочее, то это не очернение образа Суворова, как тут же пишут некоторые из тех, кто любит писать, а это уточнение этого образа, и в конечном итоге, ну да, мы будем понимать, что наш великий полководец был сложный человек, и время было другое, и не надо его оценивать с позиции нынешнего, и человек он был запредельно сложный, ну, как Маяковский написал в свое время, ну, скажите мне, коллеги и коллеги, где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптание легче, назовите мне безупречного в нравственном отношении историческую личность, Наполеон, что ли? Тоже нет. Почему в современной России культ СССР, и насколько подобная ностальгия обычна для истории? Ну, конечно, такой культ указывает на разочарование огромного числа ныне живущих нынешней своей жизнью, потому что, с одной стороны, восприятие прошлого в розовом свете вещь абсолютно естественная, как у Александра Моисеевича Городницкого гениально сказано, ностальгия, тоска не по дому, а тоска по себе самому, тоска по собственному детству, естественная для любого человека. И, конечно, когда люди говорят, вот как хорошо было в 70-х, они имеют в виду в первую очередь именно это, оно, может, и не очень хорошо было, да, но мы с мамой поехали в Крым, да, и там две недели купались где-нибудь в Гурзуфе, и я там впервые увидел море, и я помню, какое было вкусное мороженое, да, и как я объелся абрикосов. Ну, конечно, классно было, чё ж, вспоминай, да, да, но, конечно, в нашем случае всё не исчерпывает столько личной ностальгии миллионов человек, а связано это с тем, что огромное число людей, вспоминая о том, что Советский Союз это гарантированный завтрашний день, это гарантированная работа, это гарантированная хоть какая-то зарплата, гарантированный какой-то минимальный уровень жизни и так далее, всё это вспоминают, потому что сегодня у них этого нет. А как вы объясняете культ СССР у молодёжи? Я думаю, что это такой своеобразный эстетический протест. Понимаете, когда хиппи в 50-е годы выступили со всеми своими лозунгами «Make love not war», да, закурилась вся эта марихуана и так далее, это же тоже был протест. Протест против поколения отцов, людей, вернувшихся с войны, людей суровых, людей, заставлявших их «делай карьеру, будь почтителен с начальством, копи деньги, возьми ипотеку». Они хотели так жить, да. Сейчас я думаю, что вот этот вот культ СССР это молодёжь, не знающая, что такое СССР. Когда я ещё работал учителем истории, я постоянно сталкивался с удивительными для меня вещами, на самом деле абсолютно обычными, да, когда я понимал, господи, да они же ничего не знают. Казалось бы, я-то в этом вырос, они же ничего не знают. Простой вопрос. Дети, скажите, пожалуйста, вот эпизод из моей жизни, значит, середина 91-го года, я иду с работы, вечером захожу в универсам, около дома, огромный универсам, но в нём имеется один вид продовольственного продукта, один, вот в скобках прописью один, да, им заставлен весь этот огромный универсам, но он один, больше ничего нет. Дети, что это было? И дальше, дальше мой тихий, счастливый смех, потому что они называют продукты, которые у них связываются в голове с советским прошлым, но они не понимают, что это был дефицит дефицитов. Они говорят, тушёнка, а дети, тушёнку копили весь год, чтобы на дачу с ней поехать, да, или в поход там пойти, на байдар. сгущёнка, дети вы идиоты, да, сгущёнка, за банку сгущенки в Советском Союзе можно было получить любовь самых красивых женщин района, да. Они не понимают, что это была капуста, эта самая морская в банках с яблоком, вот. Они не знают ничего про ту жизнь, они чего-то слышали, какой-то звон, но из чувства протеста кому-то хочется потроллить взрослых, конечно, собственно, молодёжь всегда хочет потроллить взрослых, кто-то таким образом протестует против режима, да. Я за советское, потому что тогда всё было честно, потому что тогда, значит, не было этих самых, там, кривых выборов, не было коррупции. Вообще никаких не было. Вообще никаких. Ну как никаких не было? Мы же ходили, знали, что в буфете будут, значит, эти самые, дефицит будет, на избирательном участке, возможно, эклеры привезут даже. В прошлом году привозили, да, помните, Верховный Совет избирали, привозили эклеры. Конечно, очень бы хотелось им бы всем устроить экскурсию, помните, у братьев Стругацких есть последний, собственно, их совместный роман, «Отягощённый излом». Там вот одного из таких мечтателей устраивают экскурсию в страну его мечты, реально несуществующую, и он оттуда возвращается, значит, весь в нечистотах, так сказать, и ползком-ползком забирается в угол. Вот, хотелось бы им устроить экскурсию. Какие главные мифы об СССР, если кратко? Ой, да практически всё, что сегодня молодёжь говорит об СССР, всё миф. Причём, есть мифы и анти-мифы, есть мифы и негативные, и позитивные. Но главные позитивные мифы заключаются в том, что в Советском Союзе всё было дёшево, что советский человек мог себе всё в материальном смысле позволить, что всё было справедливо и поровну, что все дороги были открыты. Ну да, я думаю, что нас смотрят немало людей с фамилией Когана Рабинович, которым при поступлении на Фистех или на Мехмат очень хорошо объяснили. про открытые перед ними дороги. А главные анти-мифы? Анти-мифы, что наоборот всё было плохо, что в СССР чихнуть нельзя было, КГБ тут же всё брал на карандаш и так далее. Тоже, конечно, перегиб. Наверное, сейчас, я не знаю, как для вас, для меня точно, одна из самых пугающих тем это ядерный конфликт. Разумеется. В 1963 году СССР и США стояли на грани, но тогда удалось это предотвратить. Вот, может быть, во-первых... В 62-м. В 63-м у Билли Кеннеди. В 62-м. В 62-м, да. Спасибо. Во-первых, почему тогда так произошло? И, может быть, те предохранители сработают и сейчас? Ну, тогда произошло именно потому, что, понимаете, в развитии любых вооружений есть... Всегда борются два начала, да? Наступательное и оборонительное. Вот в начале 60-х годов обе ядерные сверхдержавы уже накопили достаточное количество ударного ядерного оружия, но еще не успели выработать механизмы контроля за этим. Кстати говоря, Карибский кризис во многом способствовал тому, что началась такая работа. И уже после этого появится как раз доктрина ядерного сдерживания. Сам факт, что у нас есть такое оружие и средство доставки, должен сдержать нашего, значит, противника. Конечно, я надеюсь, что сработают эти механизмы. Но, понимаете, как бы мы ни относились к Кеннеди и Хрущеву, это были два человека, способные принимать ответственные решения. Не всегда, особенно Хрущев. Но в этой ситуации, да, оба продемонстрировали такую способность. Я не уверен. А вы сказали, что надеетесь, что эти предохранители сработают и сейчас. Какие предохранители? Что в критический момент лидеры держав свяжутся друг с другом и выяснят, что оба в принципе готовы уничтожить все человечество, а это значит, что надо обоим отступать и договориться о том, куда отступать. Известная фраза «все войны заканчиваются миром», но пока вот в нынешней какого-то компромисса, даже намека на компромисс вообще не видно, не просматривается его. Вот, может быть, из прошлого могли бы какие-то примеры привести, как вот этот совершенно нерешаемый узел можно развести. Я очень хотел бы, чтобы мне кто-нибудь на этот вопрос ответил, потому что к огромному моему в том числе сожалению, я просто на сегодняшний момент даже не могу себе представить механизма окончания этого конфликта. Вот как это будет происходить. А без этого бессмысленно искать ответ на вопрос «когда? Сколько осталось?» Я даже не понимаю, как она закончится, это. Ну, это понятно, понятно, что сейчас никто не понимает. Я имею в виду, может быть, в истории что-то подобное, совершенно неразрубаемый узел. Слушайте, ну, хорошо, ну, вот Первая мировая война, которую я уже поминал, закончилась тем, что Германия признала свое поражение, при этом, вот этот случай почти уникальный в истории, войска ее противников на ее территории не находились. немецкие войска были на территории Франции, немецкие войска были на территории Советской России, немецкие войска были на территории Украины по Брестскому мирному договору, да, и так далее. Германия, кстати, к вашему вопросу о том, может ли война закончиться, за то, что закончились деньги, насчет денег не знаю, но Германия просто изнемогла в войне, да, в Германии голод уже, вот, не начинался, а уже был в полный рост, да, И с этой точки зрения Германия просто рухнула под тяжестью этой войны. Может быть так, а может быть еще как. Вы всю жизнь занимаетесь историей. Чему вас научила история? История меня научила тому, что не надо торопиться с выводами, не надо кричать «я знаю, я знаю», так уже было в 1798 году. Но история научила меня тому, что наличие разных мнений – это признак здорового общества, здоровой науки, здоровой дружбы, чего угодно. Вот если есть относительно много людей, должны быть разные мнения. Единогласие либо на кладбище, либо в чем-то похоже устроенном. Этому меня научила история. История научила меня тому, что люди – сложно устроенные организмы, не надо их идеализировать. Но с другой стороны, история научила меня тому, что даже в самых отчаянных ситуациях, казалось бы самых отчаянных, всегда есть надежда. И я для иллюстрации этого, то есть обычно привожу такой пример. Этим как раз этой темой я занимаюсь профессионально. Вот в середине XIX века казалось, что нет в России более безнадежного, более неремонтируемого, не подверженного никаким положительным изменениям института, чем суд. Продажный, некомпетентный, волокитный. Вспомним Ляпкина-Тяпкина из «Ревизора». Появится воля власти провести судебную реформу. И сразу появятся у этой реформы и умные авторы, и честные, неравнодушные, компетентные исполнители. И Россия очень быстро, при жизни одного поколения, на полвека, получит не безупречный, но ничего общего с тем дореформенным, не имеющий суд. И когда я читаю сегодняшние новости из зала тех же судов, для меня это утешение. Было так, уже было плохо, и при жизни одного поколения стало не в пример лучше. Значит, наверное, так бывает. Надежда есть. Есть. Это был Алексей Кузнецов и я, Марьяна Минскер. А вы держитесь и подписывайтесь на телеграм-канал RTVI. Там много важного. Редактор субтитров А.Семкин